Бронзовые призеры первенства Союза 74-го, дважды обладатели Кубка страны, дважды серебряные, трижды бронзовые призеры уже в независимой Украине. Команда, которая трижды добиралась до 1-16 Еврокубков, не имеет права барахтаться на задворках Первой Лиги. В Одессе все уже давным-давно устали от того, что нынешнее руководство клуба не проявляет интереса к команде. Поэтому изменения одесситы ждут как маны небесной. С президентом Донецкого Олимпика мы связались по Вайберу. Он подтвердил свой интерес и амбиции. Говорит, что планирует возрождать большой футбол в Одессе. Наверное, бренд Черноморец, при котором он останется в Премьер-лиге. Наверное, должно произойти слияние, как я вижу, при котором на базе Олимпика остаться в Премьер-лиге. Но сделать так, чтобы играть и выступать под брендом Черноморец. Владислав Гельзин сам немало выступал как футболист. Провел за Олимпик 140 матчей, забил 23 гола. Он знает футбол изнутри, говорят опытные специалисты, которые трудились с ним плечом к плечу. Легендарный одесский наставник Семен Альтман работал с ним в Донецком Металлурге. Нужно иметь три качества. Это нужно любить, нужно знать и нужно желать. И мне думается, что вот этими всеми тремя качествами и обладает Владислав Григорьевич. Насколько я его знаю. Он изнутри знает футбол, сам опробовал на своей школе все перипетии футбольных матчей от 2-й до Премьер-лиги. Он выдержанный и обладает, мне думается, и то, что я знаю, высокими человеческими качествами. По словам Гельзина, сейчас главная задача выкупить стадион Черноморец, который не так давно ушел с молотка на голландском аукционе. Его выставил на торги фонд гарантирования вкладов из-за долгов предыдущих владельцев. Да, мы постоянно в диалоге с ними. Выкупили, мы думали тоже, что американская компания. На самом деле, бенефициары этой компании являются все выходцы из постсоветского пространства. Поэтому, и еще они, эти люди, которые выкупили, никакого отношения ни к спорту, а тем более к футболу не имеют отношения. У них цель просто заработать деньги, это нормальная цель. Они выкупили и продают. Но вы же понимаете, что, и я это понимаю, что город Одесса не потерпит, что люди просто зайдут и стадион этот будет не футбольным. Нынешнему руководству черноморца нужно отдать должное. В конце 90-х моряки были на грани исчезновения. За время президентства Леонида Климова черноморец выиграл бронзу с Семеном Альтманом в 2006-м. Выходили в финал кубка при Григорчуке в 2013-м и вышли в весеннюю часть Лиги Европы в 2014-м. Но последние пять лет клуб лихорадит и перемены давно просится. Вот я хотел бы, чтобы мы больше Климова не увидели в руководстве черноморца. Пусть он то, что ему не по плечу брось, это уже банк довел он до чего-то. Показалось в его, как руководителя, способности. А здесь футбольный клуб – это специфика, это спорт, которому нужно отдать все. То есть и детский развивать спорт. И, как я говорил много раз, не может в стране, где три золотых мяча, не быть талантов. Не может этого быть. Мы их не ищем, мы в это не вкладываем деньги. Добавим, что и доверие болельщиков нынешним руководством черноморца утрачено. Фанаты и вовсе объявили бойкот после повышения цен на билеты и закрытия фан-сектора. Начнем с того, что сейчас работа с болельщиками не ведется вообще никакой. Диалога на протяжении последнего года нет вообще никакого. Клуб, руководство считает, что мы виноваты и мы не идем с ними на диалог. У нас немножко другая позиция. Мы о ней заявляли и мы говорим, что сегодня не только мы должны идти к клубу, но и клуб должен идти к нам. Новое руководство болельщики готовы поддержать, но только при условии честного подхода и сохранении команды, ее символов, цветов и истории. В первую очередь это, естественно, сохранение имени и цветов футбольного клуба. Это первостепенно, потому что в Одессе другого клуба, кроме Черноморец, существовать в принципе априори не может. Второе, это чтобы человек пришел не на месяц, не на полгода. Чтобы это не было каким-то коммерческим проектом для получения каких-то определенных возможностей, либо в налогах, либо в чем-то еще. Чтобы это был долгосрочный, нормальный спортивный проект. Я думаю, что он обеспокоен той ситуацией, что как его примут болельщики, как его примет общественность, как его примут специалисты и руководители города. Ну, я думаю, что он здесь не должен беспокоиться в этом плане. И человека оценивают по поступкам, не по словам. Также, по словам потенциальных инвесторов, в планах развития клубной академии. Самое главное, что мы придем туда не просто профессиональным клубом. Мы вернемся к самому началу, от чего должно быть. Это от академии, которая должна на базе профессиональных кадров проходить отборы, выискивать таланты, обучать. И на профессиональном уровне, чтобы максимально те ребята, которые прошли все этапы, все ступени футбольной академии, скажем, города Одессы, могли конкурентно бороться за попадание в клуб премьер-лиги. Сейчас он находится в стадии переговоров и должно решиться в ближайшее время. Любителям черноморца необходимо запастись терпением. Тем временем, уже на следующей неделе, в среду, возобновится чемпионат в первой лиге. Моряки примут волынь.